Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня поговорим об археологии. У нас в гостях Олеся Потюнина, заведующая сектором отдела археологии Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Здравствуйте! Здравствуйте! Начался археологический сезон. Расскажите, где проходят раскопки? Да, действительно, несколько недель назад мы начали археологические работы на территории нашего Рязанского Кремля. Традиционно наш музей организует работу трех археологических экспедиций. Это городище Переславля-Рязанский, городище Старая Рязань и изучение достопримечательного места по Ливожской битве. Пока работы начат только непосредственно территория Веденского раскопа, что находится у нас в Кремле. И вот скоро все остальные экспедиции также начнут свои работы. Я вижу, вы принесли с собой находки. Расскажите о них. Да, удалось найти некоторое количество археологических и интересных находок. Хотела бы показать наиболее интересные. Вот, например, была найдена игрушка детская из глины, голова лошади. Вот здесь тоже зверек из глины. Животное тоже относится к категории детских игрушек. Что касается других категорий изделий, то они представлены украшениями. Например, это фрагменты стеклянных браслетов. Как видим, они достаточно разнообразны по своей цветовой гамме, достаточно различны по своей факторе. Любопытными находками всегда являются находки стеклянных сосудов. Это более поздние сосуды импортного производства, так называемые голландские сосуды. Они достаточно яркие, красочные и привлекают к себе внимание. Крайне любопытной и довольно-таки редкой находкой стало обнаружение фрагмента костяных весов. Датируются они 15-16 веками, предназначались для взвешивания монет, либо каких-либо ценных камней, либо драгоценных металлов. Серебро, например. Что еще планируете исследовать? Если говорить непосредственно о работах на Веденском раскопе, то в этом сезоне мы планируем продолжить изучение культурных напластований конца 15-го, начала 16-го веков. Раскоп у нас достаточно большой, площадь его составляет около 320 квадратных метров. И вот планируем изучать остатки деревянных конструкций, проследить планировку улицы. В прошлом году нам удалось найти настил деревянный мостовой. В этом году мы уже наткнулись на второй ярус этой мостовой. И вот нам предстоит более детально изучить эту древнюю улицу. Кроме этого, мы продолжим изучать заполнение построек жилых домов, хозяйственных, мастерских и других построек, которые также обнаружены на территории нашего Веденского раскопа. Вот основной объем работ таков. О чем могут рассказать все эти находки? Находки могут рассказывать о всех сторонах жизни людей в древности. Какую пищу они употребляли, в какой посуде они готовили эту пищу, какой деятельностью они занимались, насколько было развито то или иное ремесло в нашем средневековом городе, как развлекались наши средневековые горожане, в какие игры, игрушки они играли. То есть, как видите, достаточно много информации можно получить практически о каждой стороне жизни, деятельности наших далеких предков. Если говорить о главной находке, какую вы считаете? Ну, я думаю, что в этом сезоне главные находки еще впереди. Я уверена, что они будут очень яркие, интересные. Посмотрим. А кто может участвовать в раскопках? В наших археологических работах традиционно принимают участие студенты первого курса исторического факультета. Сотрудничаем мы с рядом рязанских школ, например, со второй гимназией, с четвертым лицеем. Ну и так могут участвовать любые желающие. Мы всегда рады волонтерам на наших археологических работах. Идут ли какие-то реставрационные работы? Да, бывает так, что мы можем обращаться к нашему музейному реставратору, когда мы сразу что-то интересное находим. Но так в основном реставрационные работы предусмотрены уже после завершения полевых работ на период осень-зима. А как долго будут проходить раскопки? На территории Рязанского Кремля археологические работы планируем проводить до конца июля-начале августа. Что касается вожской экспедиции, то до середины августа. Ну, ориентировочно такие же строки на градище Старая Рязань. Давайте поговорим про Веденский раскоп. Какие там особенности? Особенностью Веденского раскопа является то, что нам посчастливилось найти довольно-таки влажные культурные слои. А влага, как известно, предотвращает уничтожение всевозможных органических материалов, дерева, кости и, конечно же, изделий из кожи. Поэтому мы можем изучать богатую деревянную архитектуру. Мы можем в большом количестве обнаруживать не только готовые изделия из кости, которые поражают своим искусством своего выполнения, но также мы можем говорить об отходах этого самого косторезного производства. Так, например, за прошлые годы работ обилие костей было отдано отдельным специалистам Института археологии Российской Академии наук археозоологам. И археозоологи смогли установить, что наш косторез, непосредственно обитавший на нашей территории в Переславле-Рязанском, которую мы сейчас исследуем, отдавал предпочтение работе с костями лошадей. То есть именно эти кости были найдены в большом количестве вот среди отходов этого самого косторезного ремесла. Кроме этого, мы продолжаем собирать богатую коллекцию археологической обуви. То есть вот эта археологическая кожа, она представляет достаточно большой интерес в том плане, что мы имеем возможность прослеживать не только смену обувных фасонов на протяжении ряда столетий, но мы также можем говорить, какого уровня достатка жили люди. Встречаются очень яркие образцы, которые явно принадлежали очень статусным людям, очень высокого достатка представителям населения. Кроме этого, мы можем говорить, какого роста было средневековое наше население, поскольку длина подошвы находится в строгой корреляционной зависимости от роста человека. Это есть возможность просчитать. Но известно, что женщины были порядка 153-156 сантиметров для мужчин на период 15-16 века, рост приблизительно 170-173 сантиметра. Что касается других возможностей изучения кожаных коллекций, то можно узнавать, какие были патологии у человека, какие проблемы со здоровьем, поскольку это тоже приводит к определенному стиранию подошвы и так далее. То есть, как видите, очень много информации можно извлекать, работая с той или иной категорией археологических находок. А где сейчас мы можем увидеть все такие предметы? Традиционно по самым ярким находкам мы делаем наши археологические выставки. У нас четыре выставки на каждый из годов. И вот, например, сейчас как раз в стенах Дворца Олега работает выставка «Память былых дорог на подошвах старинных сапог». Вот как раз самые яркие вещи, связанные с этой обувной тематикой, с сапожным производством, с другими бытовыми вещами, с кожей, можно увидеть непосредственно там. Расскажите, какие работы ведутся с волонтерами? С волонтерами довольно-таки много работаем. Работаем и со школьниками, и со студентами, и взрослыми людьми. Работа находится каждому по особенностям, по интересам. Работа достаточно разнообразна. Это и работа с культурным слоем, накапывание земли, переборка земли, относ отработанного грунта на археологический отвал. Вместе с этим параллельно ведутся работы по очистке обнаруженных материалов, по их шифровке, по их классификации. Также мы непосредственно в процессе полевых работ пытаемся собрать те вещи, которые дошли до нас во фрагментированном состоянии. Например, собирать разбившиеся в древности глиняные горшки. То есть работы достаточно разнообразны, и любые волонтеры, которые прибывают к нам на Роскоп, могут заниматься различными видами деятельности. Давайте поговорим о прошлых находках, значимых для Рязани. Расскажите о них. Ежегодно яркие находки, конечно же, встречаются. Бывает так, что действительно мы с вами поражаемся тому, что нам удается открыть. Например, несколько лет назад, в 2016 году, когда только-только начинали работу на новом Веденском Роскопе, нам удалось обнаружить кремневый топор, датируется передом эпохи бронзы, конец II тысячелетия до нашей эры. Что примечательно изучали мы поздние городские слои. Возникает вопрос, как же такая древняя находка оказалась в этих поздних напластованиях. Дело в том, что средневековое население нередко обнаруживало старинные предметы, но, конечно же, они не могли интерпретировать их, они не могли узнать, для чего они использовались в еще более ранние времена. Тогда население, как и мы сегодня, что-то непонятное приносило к себе в дом, держало в своем жилище. И как раз средневековое население очень активно верило, что вот эти старинные предметы, назначение которых остается для них загадкой, могут их оберегать, могут их защищать. Помимо вот этого кремневого топора, такими известными свидетельствами являются находки кремневых наконечников стрел эпохи палеолита, эпохи камня. И, конечно же, население считало, что это стрелки богов. Например, бога Перуна, вот когда были молнии, что якобы бог разбрасывал свои эти громовые стрелки, и вот якобы люди могли их находить. То есть вот такие мифы, которые имели очень глубокие корни, вместе с тем они очень долго были присущи нашей традиционной русской культуре, подтверждаются на примерах наших археологических находок. Если сравнить современников и прошлых людей, есть ли какая-то похожесть? Да, действительно, многие наши далёкие предки ничуть не отличались от нас с вами. Очень много общих каких-то черт можно проследить. Ну, например, такие как, если процесс ремесленного производства как-то не очень правильно пошёл, то ювелир мог бросить начатое дело и приступить к нему заново. То есть вот если сразу видно, что что-то не пошло, лучше остановиться, начать с самого начала более правильно. Или вот, например, такие примеры, что сейчас большое количество всевозможных детских игрушек, вот и в полусредневековье, их обилие тоже достаточно в большом количестве мы можем найти. Есть изделия не только из глины, как вот, например, я принесла глиняные лошадки, но были находки и кожаных мячиков детских, были у нас деревянные лодочки, деревянные сабельки. То есть, конечно же, такие параллели, многое из того, чем мы пользуемся в нашей повседневной жизни, использовалось нашими далёкими предками. Так же активно. То есть многое, что мы видим сегодня, мало изменилось во времени. Что касается поля Вожской битвы, там какие раскопки проходят? С 2010 года наш музей ежегодно организует экспедицию, которая пытается найти, какие были реликвии, связанные с этими военными событиями, и ведёт археологическое изучение посада древнерусского города Глебова. Конечно, с обнаружением артефактов, связанных с военным действием, с военными событиями, обнаружение таких находок довольно проблематично в том плане, что никогда в старину предметы вооружения после крупных военных сражений да и мелких военных стычек не оставлялись на поле. Уцелевшие воины, конечно же, их собирали и уносили с собой, и затем уже использовали для нужд мирной жизни. Они переплавляли эти наконечники стрел, другие предметы вооружения, и использовали их для своих нужд. Поэтому лишь отдельные находки, вот наконечников стрел, например, и так что проблема большая чёткой локализации крупных исторических битв в прошлом. Что касается археологического изучения посада, то также обнаруживается участниками экспедиции большое количество повседневных вещей, связанных с повседневной жизнью человека, бытовые вещи. Были найдены остатки построек, но культурный слой не настолько влажен, не в столь хорошей сохранности эти свидетельства древнерусской планировки доходят до наших дней. Спасибо. И на сегодня это всё. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире.